Город Казань является столицей Республики Татарстан, входящей в состав Российской Федерации. Принято считать, что он был основан в начале XI века, в 1005 году, однако первые упоминания о Казани датированы концом XIV века, 1391 годом. У города богатая история, на его территории сохранились памятники архитектуры, которые входят в список культурного наследия страны. Казани. Часто это место называют «третьей столицей». Сегодня здесь проживает более 1,00000-000 человек. Многочисленные туристы приезжают в Казань не только для того, чтобы увидеть главные достопримечательности города, но и затем, чтобы прочувствовать на себе местный колорит, попробовать татарскую кухню, посетить интересные места. Все они начинают свое путешествие с простых вопросов, чем заняться в Казани. И, какие есть в городе Казань развлечения для туристов? Кавычка-точка. Ответы на эти вопросы, далее. Отдых в столице Татарстана может быть разнообразным. Здесь множество общественных мест, куда можно сходить в Казани, чтобы отдохнуть и развлечься как всей семьей, так и в гордом одиночестве. Так где отдохнуть в Казани? Топ-10 мест состоит из Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Адрес – улица Иршова. Ориентир – Суворовское училище. В этом месте парк появился в 50-е годы XIX века. Он почти сразу стал одним из любимых мест отдыха у жителей города. Тогда из-за своего необычного ландшафта его прозвали «Русская Швейцария». У главного входа в середине XX века был установлен монумент, павшим за советскую власть. До 2007 года на его территории работали десятки аттракционов для детей и взрослых. Сейчас их нет. Парк представляет собой лесополосу с пешеходными дорожками, скамейками, газонами, клумбами. В 2014 году был открыт большой светомузыкальный фонтан. Есть несколько детских и спортивных площадок. Круглый год работает кафе, лето. Также можно покормить белок, которых тут немало. В глубине парка оборудовано кладбище, где похоронены известные поэты и писатели, а также казанские революционеры. Вход на территорию парка Свободный. Наиболее известным развлекательным центром является Тугановылом. Адрес – улица Туфана Минулина, 14 дробь 56. С татарского языка название переводится как «родная деревня». Он был открыт в 2005 году. Комплекс включает в себя несколько объектов – мастерская плотника, мечеть, игровой центр, эксидгеймес, музей игрушки, мешкин дом, квест-комната, бомбоубежище, летнее кафе, шашлычный двор, блинное, ресторан, банный комплекс, татар-мунчасы, небольшой зоопарк, сувенирная лавка, веревочный парк для детей, автомобильная парковка для посетителей. Существует пять специальных предложений для туристов, каждый из которых включает в себя экскурсию по территории комплекса, вкусные угощения, мастер-класс и фотосессию в ханских костюмах. Это место подходит для празднования дня рождения, свадьбы или другого важного торжества. Контакты в сети, официальный сайт ВКонтакте, Инстаграм, экспозиция, дом вверх дном. Адрес – улица Баумана, 58, А. Она представляет собой квартиру, которую перевернули, на 180 градусов. Гости могут пройтись по потолку холла, гостиной, спальной, детской, кухни и туалета. Все предметы интерьера, кроме окон и еды, настоящие. Ребенок будет в восторге, важно, время работы с 10 часов 30 минут до 22 часов 30 минут без выходных. Стоимость билета 300 рублей звездочка, детям до трех лет билет не нужен. Похож на предыдущую выставку и «Дом великанов», расположенный по адресу, улица Баумана, 17. Здесь все предметы мебели в десятки раз крупнее тех, которые находятся в доме у каждого гостя. Чашки размером с ванную, духовка, где поместятся три взрослых человека, такая же раковина, огромный детский конструктор, детали которого весят более 100 килограмм, очки, диаметр каждой линзы которых более одного метра и другие интересные экспонаты. Входной билет стоит 350 рублей. Спортивно-стрелковый комплекс «Олимп». Адрес – улица Зорги, 66, станция метро, проспект Победы. На территории комплекса можно посетить арбалетный тир, пневматический тир, развлекательный тир, бар, охота, куда сходить в Казани вечером или заняться метанием топора, ножей, пройти обучение любому виду стрельбы, поиграть в дартс. Дополнительная информация. График работы «Олимпа» с 12 часов до 22 часов во все дни, кроме понедельника. Цена зависит от выбранного времени. С 12 часов до 17 часов двухчасовое посещение стоит 600 рублей. С 17 часов до 22 часов двухчасовое посещение стоит 1000 рублей. В субботу, воскресенье и праздничные дни в любой промежуток времени двухчасовое посещение стоит 1000 рублей, для детей до 14 лет – 500 рублей. Запрещается посещение с детьми младше 8 лет. Постоянно действуют различные акции, участникам которых предоставляются скидки на посещение стрелкового комплекса. Официальный сайт. Достопримечательности Казани тем, кто любит рукоделие, обязательно стоит посетить студию творчества «Беседка», которая находится на улице Абсалямова, 19 и на улице Муштари, 2А. Работают они с 2011 года без выходных с 9 часов до 20 часов. Здесь каждый желающий, неважно молодой человек или девушка, мужчина или женщина, может принять участие в мастер-классах по «Вязанию крючком», «Кулинарии», «Шитью», «Скрапбукингу», «Флористике». Стоимость посещения зависит от выбранного направления. Средняя цена посещения для одного человека – от 800 рублей. Около студии работает магазин товаров для творчества. Официальный сайт. Что посмотреть в Казани, достопримечательности за три дня культурно-развлекательный центр «Родина» на улице Баумана, 44 восьмых. В центре работает кинотеатр, есть ресторан, боулинг и бильярд. Официальный сайт. Недалеко протекает река Волга, есть красивая набережная. Детская железная дорога. Она расположена в Кировском районе на улице Алтынова. Поезд, который катает детей и их родителей, называется «Радуга». Он разгоняется до 20 км в час и состоит из четырех локомотивов. Их общая вместимость более 150 человек. Важно! Стоимость билета для взрослого 100 рублей, для детей от 5 лет до 10 лет – 50 рублей, для малышей – бесплатно. Одним из лучших ресторанов во всем городе считается «Малабар». Адрес – улица Малая Красная, 13. Гостей ожидает не только разнообразное меню, включающие рыбные и мясные блюда, десерты, салаты, вегетарианскую еду, горячие закуски, супы, различные напитки, но и шикарный интерьер, а также качественное обслуживание. По вечерам играет живая музыка. Возможен букинг. Официальный сайт торгово-развлекательный центр – P.A.R.K.H.O. USA. Адрес – проспект Хусаина Ямашева, 46, дробь 33. Это самый крупный торговый центр Казани. Он был открыт в 2007 году. Кроме многочисленных бутиков широко известных брендов здесь есть кафе, рестораны, кинотеатр, синема 5, боулинг. На каждом этаже установлены банкоматы. P.A.R.K.H.O. USA открывается в 10 часов, закрывается в 22 часа. Официальный сайт известным дополнением на многих мероприятиях в столице Татарстана является Бармен Шоу. Казань славится мастерами в разных отраслях, в том числе и в сфере барменского искусства. Шоу представляет собой команду профессиональных барменов, которые из рутинного приготовления коктейлей делают настоящие представления с использованием трюков с пиротехникой, акробатического жонглирования и многого другого. Часто бармены проводят мастер-классы и конкурсы с интересными призами. И неважно, какое за окном время года, летом мероприятие проводится на открытом воздухе, а когда зима – в закрытых помещениях. Тем, кто любит квесты и не знает, куда деть несколько часов своего времени, чтобы провести их с пользой, а также ищет недорогой способ развлечься в компании друзей, рекомендуется включить в свои планы посещение казанских квестов «Лабиринт страха», «Выйти из комнаты» и «Легенда тайницкой башни». Неделя, или любой другой промежуток времени, проведенный в Казани, обязательно будет насыщенным, так как в этом городе невозможно остаться в стороне от всевозможных мероприятий, праздников, мастер-классов и различных развлечений. Отдых в Казани может быть разнообразным. Звездочка цена актуальна в сентябре 2018 года.